Как Иуда стал предателем, христопродавцем? Знаком ли вам термин «любостижание»? Что он означает? К чему приводит любостижание в жизни отдельно взятого человека? Есть ли возможность избавиться, освободиться от любостижания? Как это сделать? Добро пожаловать в Библейскую субботнюю школу Центра духовного просвещения. В этом квартале мы изучаем тему «Управляющие Господа» и сегодня девятый урок, который называется «Берегитесь любостижания». В этом контексте часто всплывает десятая заповедь Диколога – закона, записанного на двух каменных скрижалях. Книга «Исход», 20 глава, 17 стих говорит. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, не раба его, не рабыни его, не вала его, не осла его, ничего, что у ближнего твоего». Как чаще всего перефразируют эту заповедь, что она запрещает, в чём её суть? Чаще всего можно встретить такую интерпретацию – «не завидуй», то есть «не желай дома, жены, ничего, что ближнего твоего, не завидуй». Верна ли такая интерпретация? Что такое зависть? Согласно толковому словарю Даля, зависть – это досада по чужом добре или благе. Запомните, зависть – это досада по чужом добре или благе. А здесь, в 10 заповеди, нечто иное описывается. Для ясности обратимся к современному переводу к Заокской Библии. «Не желай завладеть тем, что принадлежит ближнему твоему. Не обольщайся мыслью взять себе его жену или присвоить себе раба его, рабыню, быка или осла. Никто и ничто из всего, что есть у ближнего твоего, пусть не прельщает тебя». Речь идёт о запрете желать иметь то, на что у тебя нет права. То есть 10 заповедь не о зависти, а о стремлении завладеть тем, что принадлежит ближнему, на что ты по закону не имеешь права. К чему же может привести вот это желание? Каким следующим шагам может привести нарушение этой заповеди? Например, «не желай дома ближнего твоего». А если пожелаешь, это может привести к нарушению заповеди «не кради», то есть уже к определённому действию, вытекающему из этого желания, иметь именно то, не такое же, как, а именно то, что есть у ближнего. «Не желай жены ближнего твоего». Это желание может привести к нарушению 7 заповеди «не прелюбодействуй». То есть уникальность 10 заповеди в том, что она адресует внутреннюю сферу, сферу мотивации, сферу желания. Она не говорит о каком-то внешнем действии, она работает на уровне мыслей, побуждений, желаний и мотивации. Вот кратко содержание 10 заповеди. Давайте посмотрим на ещё один запрет, смежный на тему нашего урока. Это послание в Ефес, 5 глава, стихи 3 и 5. Послание в Ефес, 5 глава, стихи 3 и 5. «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должно даже именоваться у вас как прилично святым». 5 стих. «Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». Итак, что такое любостяжание, которое запрещается в Священном Писании? Вновь обращаемся к толковому словарю Даля. Любостяжание – это корыстолюбие, жадность к богатству, алчность, ненасытность. Именно так вот передают современные переводы. Любостяжание, согласно переводу российского библейского общества, переводу Стерна и некоторым иным, переводится как «жадность». Вот это вот греческое слово «плеонексия», которое используется в подлиннике, переводится в этом месте, в этом отрывке Священного Писания, в современных переводах термином «жадность». Давайте посмотрим, как еще оно переводится в иных отрывках Священного Писания. Например, Евангелие от Марка, 7 глава, 22 стих. Марка 7, 22. «Кражи лихаимства». Вот здесь «плеонексия» – это лихаимство. Дальше. Послание в Ефес, 4 глава, 19 стих. Еще один пример использования этого слова. «Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». И здесь «плеонексия» – это термин переведен как «ненасытимость». И именно вот это стяжательство, эта алчность, эта жадность – вот что еще запрещено. Теперь такой вопрос. Согласно посланию в Ефес, 5 главе, 5 стиху, какую заповедь диколога нарушает любостяжание. Пятый текст говорит «любостяжатель, который есть идолослужитель». Итак, «идолослужение» – это термин, он в Библии имеет два значения. Во-первых, может идти речь о служении иным богам, которые олицетворяются в идолах. Книга «Исход», 20 глава, говорит «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». А далее стихи 4 и 5 «Не делай себе кумира, никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли». То есть, когда речь идёт о любостяжании, то проблема наступает в том случае, когда вот это стремление иметь больше, которое всем нам присуще, и которое само по себе не является греховным, когда оно начинает соперничать с Богом. «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Не делай себе кумира, никакого изображения, не поклоняйся и не служи им», – говорит. Господь. То есть, когда служение деньгам, мамоне, материальным благам, оно выходит на первое место и становится главным в жизни человека, вот любостяжатель – это идолослужитель. Вот библейское определение сути этой проблемы. Таким образом, и десятая заповедь, она связана с изучаемой темой сегодня, и первая заповедь, и вторая. Вот это некоторые библейские параметры, некоторые повеления, призывы, императивы, заповеди по теме «Берегитесь любостяжания». Теперь давайте посмотрим на три истории из Священного Писания, которые демонстрируют, к чему приводит любостяжание. Заранее предупреждаю истории все. Эти три закончились трагически. Тем не менее, книга Иисуса Навина, седьмая глава, стихи с 19 по 21. Иисуса Навина, седьмая глава, стихи с 19 по 21. «Тогда Иисус сказал Ахану, «Сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву и сделай пред Ним исповедание, и объяви Мне, что Ты сделал, не скрой от Меня». В ответ Иисус Ахан сказал «Точно! Я согрешил пред Господом Богом Израилевым и сделал то и то. Между добычей увидел я одну прекрасную синаарскую одежду и 200 сиклей серебра. Если так золото весом в 50 сиклей, это мне полюбилось, и я взял это. И вот оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним». Давайте проверим, как внутренний мир Ахана, его мотивация, его желания переданы в иных переводах 21 стиха. В Синодальном сказано «это мне полюбилось, и я взял это». В восстановительном переводе написано «я пожелал». «Я пожелал этого». В современном переводе российского библейского общества написано «очень захотелось». «Очень захотелось». Важно знать, что это все попытки перевести древнееврейский глагол «хамад» – «желать», который как раз-таки используется в 10 заповеди, где сказано «не пожелай» одного, другого, третьего и так далее. Итак, Ахан нарушил именно 10 заповедь. Он пожелал. Но появляется следующий вопрос. Почему Ахану нельзя было этого желать? Почему? Ранее, в 6 главе книги Иисуса Навина, в стихах 16 по 18, читаем следующее. «Город будет под заклятием, и все, что в нем Господу. Только Рав блуднится, пусть останется в живых, она и всякие, кто у ней в доме, потому что она укрыла посланных, которых мы посылали. Но вы берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды. И все серебро и золото, и сосуды, медные и железные, добудут святыни и Господу и войдут в сокровищницу Господню». Итак, мы находим, что перед взятием Иерихона был объявлен запрет, строжайший запрет с описанием последствий. запрет на то, чтобы не брать ничего, что в городе, никакую добычу. И вот здесь, в этом запрете, используются два важных термина. Первый – заклятое. Все, что в городе, будет под заклятием. Второй термин – святыня. Написано, это будет святыня Господу. Будут святыней Господу и войдут в сокровищницу Господню. Два термина – заклятое и святыня. То есть, Ахан пожелал Хамад то, что запрещено было желать, то, на что у него не было права. И, нарушив эту заповедь, он, соответственно, взял из заклятого, взял из святыни и в результате погиб. Те, кто читал историю, знают. Что еще в Библии может соответствовать этим двум явлениям – заклятому и святыне? Коль скоро это настолько серьезный вопрос, вытекающий из любостяжания, из этой алчности, из этой жадности. Первый термин – заклятое – это еврейское хэром. Пример мы можем найти в книге «Второзаконие» в 7 главе, стихи 25 и 26. «Кумиры богов их сожгите огнем. Не пожелай взять себе серебра или золото, которое на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа, Бога твоего. И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое». Итак, предметы языческого культа являются заклятым. «Не бери, не вноси в дом, чтобы не подвергнуться тебе и дому твоему заклятию». Ну, а хан говорит, «Ну, это была такая прекрасная синарская одежда. Это мне полюбилось, мне захотелось. Я ж не буду этому поклоняться. Я не буду вкладывать в этот тот смысл, который вкладывали язычники, жившие здесь в Иерихоне, ранее». Господь говорит, «Нет, это запрещено. Не желай, не желай, потому что это заклятое, это наведет на тебя и на дом твой. Ты подвергнешься заклятию». Даже серебра и золота, которые на них, на этих идолах, то есть даже частички того, что связано с оккультизмом, не вноси в дом. Второй термин, который используется здесь, это святыня, в древнееврейском это кодыш. Вот один из примеров использования этого термина. Книга Левит, 27 глава, 30 стих. «И всякая десятина на земле, из семян земли, из плодов дерева принадлежит Господу, это святыня Господня». Подлинники, это святыня, кодыш для Господа. Десятина, согласно книге Левит, является также святыней. Посягательство, на которое представляет собой нарушение и десятой заповеди, «не пожелай», и заповеди, «не кради» и так далее. Ну что ж, вот это первый пример, который мы рассмотрели, пример нарушения запрета на любостяжание. Давайте посмотрим на еще один. Это трагическая история, записанная в Евангелиях. Начнем с Евангелия от Марка, 14 глава, стихи с 3 по 11. Марка, 14 глава, стихи с 3 по 11. «И когда был он в Вифании, в доме Симона Прокаженного, и возлежал, пришла женщина с салавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собой, к чему сия трата мира, ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев и раздать нищим. И роптали на нее. Но Иисус сказал, «Оставьте ее, что ее смущает? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имейте с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете». Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие, сия в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. «И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы предать его има. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему серебреники, и он искал, как бы в удобное время предать его». Итак, запомнили ли вы, сколько стоило это мира? Ответ – более, нежели 300 динариев. 300 динариев. И вот интересно, что в Евангелии эта история с возмущением по поводу траты 300 динариев, она связана с эпизодом, который повествует, как Иуда Искариот пошел и предложил предать Иисуса и договорился. И появляется вопрос, есть ли какая-то взаимосвязь между этими двумя историями? Ещё один вопрос. Кто спровоцировал, кто инициировал тему оплаты? Вот мы прочитали, они, обрадовавшись, 11 стих, они же, услышав, обрадовались и обещали ему дать серебреники. Кто инициировал вот эту вот тему оплаты за предательство? Из параллельного повествования Евангелия от Матфея мы узнаем, что это был Иуда. Там написано так, 26 глава, стихи 14-15. Тогда один из 12, называемый Иуда, Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, и я вам предам его. Они предложили ему 30 серебреников. Итак, финансы в обмен на предательство предложил сам Иуда и спросил, сколько он может за это получить. То есть, вот из этих двух повествований по Матфею и по Марку по-прежнему неясно, какая взаимосвязь между историей с тремястами динариев и историей предательства и 30 серебрениками. Однако, когда мы собираем весь материал Евангелия на эту тему, то находим интересный эпизод в Евангелии Теана. Давайте почитаем в 12 главе, в стихах 4 по 6. Вот что написано. 12 глава Евангелия Теана, стихи 4 по 6. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал, «Для чего бы не продать это миро за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Итак, кто именно поднял тему 300 динариев? Это был Иуда. Почему он это сделал? Давайте проверим конец 6 стиха в иных переводах. В Синодальном написано, «Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали». А вот в современном переводе Института перевода Библии в Заокском написано, «Он крал кое-что из того, что туда клали в эту сокровищницу, в этот ящик». Таким образом, чем в действительности была вызвана благочестивая в кавычках и реплика Иуды, что вот можно было бы столько нищих облагодетельствовать банально. она была вызвана досадой на утерянный шанс украсть, потому что если бы эта мера была пожертвована, он, как казначей, мог бы его продать и соответствующим образом часть присвоить себе. Именно так Иоанн, евангелист, объясняет слова Иуды. Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Это была возможность, это был шанс украсть. И когда это не удалось, именно после этого, после истории с этими тремя стами динариев, Иуда идет к первосвященникам и говорит, а сколько я могу заработать у вас? Любостяжание, оно стало причиной, по которой Иуда стал Христопродавцем. вот каковы возможные, потенциальные, трагичные последствия этого порока. Рассмотрим еще одну историю, третью в нашем уроке сегодня. Она записана в книге «Деяния апостолов». Откроем пятую главу, начнем с четвертой, чтобы была предыстория видна. Четвертая глава, стихи с тридцать четвертого по тридцать седьмой. «Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось в чем, кто имел нужду, так и Осия, прозванный от апостолов Варнавую, что значит сын утешения, Левит, родом Киприанин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов». С какой целью продавали земли и дома? Отрывок говорит забота о нуждающихся. У кого была какая нужда, помощь нуждающимся? В каком месте, следующий вопрос, проходили вот эти все события, полагали к ногам апостолов, разделяли нуждающимся и так далее. Где это было? В 4 главе в начале прочитаем стихи 1 и 5. «Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукии». Они здесь – это апостолы и речет о храме. Храм находится в Иерусалиме. В 5 стихе написано «На другой день собрались в Иерусалим начальники их и старейшины и книжники». Все события 4 и 5 главы и далее нескольких последующих глав книги День апостолов происходят в Иерусалиме. И это создает важный исторический контекст. Помните ли вы, что ожидал Иерусалим в то время, когда происходили вот эти события? Мы знаем из Евангелия от Луки 21 главы стихов с 20 по 24 о пророчестве. Когда же увидите слова Иисуса «Когда же увидите Иерусалим окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе выходи из него, и кто в окрестностях не входи в него». Потому что это дни отмщения, да, исполнится все написанное. «Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей, и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Предстояла война, завоевание Иерусалима римлянами, что и имело место в 70-м году новой эры, когда все и земли, и дома, все будет отнято, все будет завоевано, часто разрушено и так далее. То есть, помимо того, что, как говорит книга «Деяния апостолов», у них, у верующих, было одно сердце и одна душа, и они из любви заботились друг о друге, при этом всем состоятельные люди понимали также еще и то, что скоро это все исчезнет, и если сейчас это не продать, если сейчас от этого не избавиться и не помочь бедным, то потом оно даром пропадет. И вот в этом контексте приводится пример Иосии, который продал свою землю и принес к апостолам, чтобы те помогали нищим. И вот на этом фоне дальше читаем пятую главу книги «Деяния апостолов», первые 11 стихов. «Некоторый же муж именем Анания, женой своей сапфирою, продав имение, утаил из цены дома и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов». Но Петр сказал «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел? Не твое ли было? И приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав все слова, Анания пал бездыханен и великий страх объял всех слышавших это. И встав, юноши приготовили его к погребению и вынеся похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил его «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала «Да, за столько». Но Петр сказал ей «Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвою и вынеся похоронили подли мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Вопрос. Обязаны были ли Анания и Сапфира продавать свое имение? Обязаны были ли они отдавать всю вырученную сумму, оставив часть себе? Обязаны ли были даже какую-то часть продавать? Ответ – нет. В четвертом стихе ясно говорится, чем ты владел, не твое ли было и приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась. То есть это не было каким-то требованием, это не было заповедью, это был добровольный акт. Но вот следуя примеру иных, в частности того же Варнавы, Анания и Сапфира, как говорит текст, совершили грех. В чем же он заключался? В чем же грех? Когда мы читаем стихи 4-8, становится понятно, что они солгали. Они солгали. И в 8-м стихе Петр прямо задает вопрос, за эту ли сумму вы продали? То есть сумма была заявлена. За эту ли сумму? Да, за эту. Ложь. Чем была вызвана эта ложь? Почему Анания и Сапфира так поступили? Вот что отвечает текст. Давайте проверим 3-й стих в иных переводах. В Синодальном написано, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому? Если вы смотрите на экран, то вот там есть ряд слов, которые взяты в скобки. Их нет в подлиннике. Вот что говорит современный перевод Кассиана. Наполнил сатана сердце твое. Это полностью соответствует подлиннику. Анания и Сапфира проявили вот это любостяжание, потому что сатана наполнил их сердце. И это чрезвычайно важное заявление, нам никак нельзя его упустить. Речь идет о христианах, о верующих, о тех, кто принадлежал к первой общине верующих во Христа. То есть они описываются как часть этой группы, и тем не менее сатана смог наполнить их сердце. Это похоже на историю Иуды, в которого вошел сатана. Он был вор. Сатана использовал вот это для того, чтобы побудить его развивать дальше это любостяжание, вследствие чего он закончил свою жизнь самоубийством, повесившись. Вот это три эпизода, три истории из Священного Писания, которые рассказывают о том, каким трагическим последствиям может привести любостяжание. Наконец, последний очень важный вопрос. Как преодолеть любостяжание? В Евангелии от Марка в 7 главе в стихах с 21 по 23 находим следующие слова Иисуса. «Ибо изнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства и так далее. Все это 23 стих извнутрь исходит и оскверняет человека». Слово лихоимства, как мы уже знаем, является переводом греческого плеонексия, любостяжания. Оно исходит из сердца. И слово сердце в Библии означает разум. Например, в том же описании Евангелия от Марка во 2 главе 8 стихе написано Марка 2, 8, «Иисус тотчас, узнав Духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им, для чего так помышляете в сердцах ваших?» Видите, помышлять в себе, то есть размышлять внутри, означает размышлять в сердце. Сердце в Библии означает разум. Это систематически, постоянно, это очень важно знать. Сердце в Библии – это орган мышления, это разум. Итак, корыстолюбие зарождается в сердце. Вследствием чего оно является, вследствие чего корыстолюбие зарождается в сердце? Давайте посмотрим на послание Римлянам, 1 главу, стихи 28 и 29. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия». Корыстолюбие – это все тот же термин плеонексия, любостяжание. Итак, следствием чего является корыстолюбие? Это тогда, когда не имеешь Бога в разуме. Как они не заботились иметь Бога в разуме, то и стало процветать корыстолюбие, жадность, алчность, любостяжание, которое исходит из сердца. То есть, когда, соответственно, когда в сердце находится Бог, когда заботишься иметь Бога в разуме, то тогда оттуда проистекает только то, что угодно Богу. Соответственно, как избавиться от любостяжания? Ответ иметь Бога в разуме. В послании к римлянам в пятой главе в пятом стихе написано, римлянам 5,5, «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Благодаря Духу Святому Бог поселяется в сердце, поселяется в разуме. Он изливает свою любовь, и человек, обретая вот этот опыт возрождения, рождения свыше, опыт спасения, принимая Божью любовь, Божью благодать, он теперь в состоянии заботиться, чтобы сохранять у Бога в разуме, иметь Бога в разуме, а Бог и любостяжание несовместимы. Вот это краткий, это главный ответ на вопрос, как избавиться от любостяжания, обрести Бога. Его любовь и сохранять Бога в разуме. Это всё, на что у нас было время сегодня. Если материал этого урока принёс вам благословение, пожалуйста, поставьте лайк, поделитесь этой ссылкой с теми, кому этот материал может быть полезен, оставьте свой комментарий, если есть вопросы, напишите их, я стараюсь на все комментарии отвечать. Не забудьте подписаться на канал, Центра Духовного Просвещения, если вы это ещё не сделали. План урока, подготовленный мною для проведения урока, находится в описании видео, в помощь учителям, которые будут преподавать этот урок у себя в группах. Божьи благословения вам в исследовании священного писания. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok